Здравствуйте! Мы продолжаем разбирать тренинговые уроки или кучинги от автора курса Effortless English, A.G.Hawk, наша тема Health and Fitness. Сегодня третий урок, когда мы учимся пересказывать. Сегодня у нас продолжение. Давайте посмотрим на первый абзац. О чем идет здесь речь? Чтобы пересказать, мы должны понимать хотя бы процентов на 90, о чем идет речь. Здесь он говорит Health for me, здоровье для меня, это энергия, sustained energy and vitality. Sustained – это имеется в виду как бы постоянная энергия, жизненная сила. It's kind of having a lot of life force energy in your body. Ну, это типа того, чтобы постоянно иметь много жизненной силы, энергии в теле. If you wanna think of it that way. Если вам нравится, хочется думать об этом таким образом. It means that you are basically disease-free. Это означает, что вы в целом свободны от болезни. You might get a little cold or something sometimes. Вы можете простудиться немножко или что-то еще иногда. But very rarely. Но очень редко. Almost never. Почти никогда. And it means that generally. И это означает, all day, every day, весь день, каждый день, that you have a clear mind, что у вас ясный ум. That you have a nice high level of energy, that you feel good. Что у вас высокий уровень энергетики, и вы чувствуете себя хорошо. Your energy is not going up and down, up and down. Уровень вашей энергии не происходит такими скачками, не меняется скачками вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. It's nice and high and steady all the time. Ваша энергия хорошая, высокая и постоянная все время. So, it's really this, this kind of inner feeling of energy and well-being. And that's health. Ну и он еще раз повторяет, что это вот действительно внутреннее чувство энергии, сил и хорошего самочувствия. И это для него есть здоровье. Как мы можем вкратце пересказать этот абзац, this paragraph? Мы помним, да, что paragraph – это по-английски абзац. Мы можем сказать, that для AJ здоровье – это постоянный высокий уровень энергии. We can say that for AJ health is a nice high level of energy. It means it's nice and high and steady all the time. It's not going up and down, up and down, up and down. It's steady, it's nice and it's high. It also means, in his opinion, that all day, every day you have a clear mind. And sometimes you might get a little cold or something like this, but very rarely, almost never. Итак, мы с вами пересказали первый абзац. Переходим ко второму абзацу. Фитнес – это что-то более внешнее. Это то, что мы можем делать. Можем поднимать тяжелые веса, можем бегать быстро. И это тоже классно, но это не одно и то же со здоровьем. Многие люди, которые в хорошей физической форме, в смысле могут какие-то показывать физические достижения, не являются здоровыми. И, например, это большинство или многие спортсмены, которые могут поднимать тяжелые большие веса и бегать действительно быстро, которые делают incredible things in their sport – невероятные вещи в своем виде спорта. И, тем не менее, they get sick – они заболевают, they get injured, они получают травмы all the time, все время. When they get a little bit older – когда они становятся постарше, когда они достигают возраста 30 с хвостиком, 40, and they retire from their sport – и они уходят из своего спорта, they start having incredible health problems – у них появляются невероятные проблемы со здоровьем. Many of them die at a fairly young age – многие из них умирают в достаточно юном, молодом возрасте. Meaning like maybe in their 60s – ну, где-то в районе 60 лет. Instead of living a long, long time – вместо того, чтобы жить долго, долго, долго. Так, как мы перескажем этот абзац? Ну, например, мы можем сказать так, что фитнес – это что-то более внешнее, это что мы поднимаем веса, можем бегать быстро, и это не одно и то же со здоровьем. Фитнес – это реально что-то более внешне, мы можем видеть хэпбэйбэй, мы можем разгрывать очень быстро, мы можем делать круто, что, например, в спорт, как и многие спорты. But, nevertheless, in many cases, people who are fit are not healthy. For example, athletes, they get sick and they get injured all the time. And when they retire from their sport, they have incredible health problems, and many of them die, maybe in their 60s, instead of living a long, long time. Ну, примерно вот так можно чуть-чуть покороче, чем это у AJ, или переставлять предложение местами. Это даже полезно, так вы учитесь владеть не, как бы не зазубривать весь текст, а знать предложения и использовать их в своей спонтанной речи впоследствии. Итак, сегодня мы разобрали еще один отрывок из Health and Fitness. Продолжение в следующем видео. Всего доброго, успехов!